Гуманитарный батальон Новороссия продолжает выполнить свою миссию в полной мере. Сегодня жители Янакиева получают помощь для справедливости. Всем известна тяжелая гуманитарная ситуация, сложившаяся на территориях ДНР и ЛНР. Мирным жителям приходится выживать в суровых условиях. В первую очередь в помощи нуждаются дети. Сегодня гуманитарный груз доставили детям города Янакиева в виде детского питания. Для того, чтобы прокормить своих детей, жители вынуждены совершать сложный путь в соседние города за детскими смесями. Мы ездим специально в Константиновку, чтобы купить питание. Тяжело с питанием, но ничего, все хорошо будет. Активную общественную и адресную помощь оказывает жителям Донбасса гуманитарный батальон Новороссии Екатерины Губаревой, созданный в мае этого года. Сегодня мы находимся в городе полкома города Янакиева, где идет выдача гуманитарной помощи в виде детского питания. Детское питание рассчитано на детей в возрасте от 0 до 12 месяцев. Сегодня привезли в Янакиево порядка тысячи банок. Идет выдача, как вы видите, этой помощи. Прочитано на каждую мамочку, то есть ее ребенка по две банки. Это сегодня первый подвоз. Будет освоено количество, которое мы привезли, тысяча банок. В дальнейшем будет еще подвоз. Порядка тысячи, полторы тысячи этих баночек будут выдача этого детского питания. Спасибо Гумбату Новороссии, фонду Екатерины Губаревой и нашим партнерам, друзьям из России, которые эту помощь оказали. Спасибо вам огромное. Выдача проводилась совместно с волонтерами в городском исполкоме. Чтобы получить помощь, необходимо иметь при себе свидетельство о рождении ребенка и паспорт одного из родителей и ксерокопии документов. Мы очень благодарны, очень вовремя привезли, потому что действительно в городе очень тяжело с деньгами. Работают только два завода и больше ничего почти не работает. Поэтому очень тяжело с деньгами и деточки, конечно, остались самыми незащищенными. Поэтому помощь от гуманитарного фонда «Новороссия», от Екатерины Губаревой, благодаря нашему мэру Хроменко Роману Александровичу и Сверчкову Сергею, который один из наших депутатов, мы благодарны им. Огромное спасибо за то, что они помнят о нас, за то, что помогают нашим детям, помогают нашим мамочкам. Но надеемся, что это не последний раз. За весь период гуманитарным батальоном было поставлено более 900 тонн гуманитарного груза. Люди, живущие на Донбассе, должны помогать и поддерживать друг друга в столь тяжелое время, ведь нас объединяет общая любовь к родине.